Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, многие христиане понимают, что чтение Писания необходимо для духовного роста и для сближения отношений с Богом. Но для многих это дается очень тяжело, не чувствует, имеет вот это чувство долга, нету желания. Как полюбить чтение Библии? Как справиться с такой ситуацией? Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что ответ на этот вопрос в огромной степени определит общее духовное развитие каждого человека. Сложность этого вопроса в том, что он как бы взаимосвязан с несколькими другими факторами. Если посмотреть на корень причины, почему людям нужно читать Писание, то здесь есть и долг, и желание, и приятность этого дела. Эти два фактора обязательно присутствуют. Например, когда мы говорим о том, что человеку нужно кушать, нужно питать свое тело. И есть такие периоды, когда у человека нет аппетита. И ему говорят, ты должен есть, ты должен покушать. Почему? Потому что без этого твой организм не сможет функционировать правильно. Но потом, когда человек здоровеет, то он сам хочет кушать. Ему не нужно напоминать, у него есть к этому стремление. Вот что-то подобное происходит в духовной жизни. Есть периоды духовной слабости, когда людям нужно заставлять себя, нужно ставить себя в дисциплину, дисциплинировать себя. Потому что без этого человек не сможет жить, без этого его жизнь будет рассыпаться. Но чем больше человек растет под воздействием Священного Писания, тем больше он будет желать, тем больше у него внутри будет потребность к тому, чтобы побыть с Господом наедине, чтобы снова обратиться к Писанию. Если мы посмотрим на общую динамику того, как люди или почему люди любят Писание, то она связана с нашим пониманием Бога и нашим пониманием нашего взаимоотношения с Ним. Очень хорошо об этом написано в Псалме 18. 18 Псалом начинается с описания реальности Бога, которого мы видим, которую мы видим в природе. Если помните, там сказано, небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает твердь. То есть это то, что касается всех. Это общее Божье откровение, которое звучит ко всем людям. И вот по мере того, как мы смотрим на вот эти все свидетельства о Боге, у нас внутри должен возникать вопрос о том, что вот тот, кто сотворил все это, тот, кто такой умный, тот, кто такой добрый, потому что он так много блага нам сделал, у него есть цель всего этого, у него есть предназначение для всего, что существует и для нас в том числе. И вот здесь и возникает или должна возникать наша естественная потребность в том, чтобы знать, что же он хочет от меня, что же он хочет мне сказать, как же он хочет направить мою жизнь, мой путь. И вот взаимодействие с этим, оно и должно производить внутреннюю потребность. Чаще всего причина, почему люди не любят читать Писание, не возрастают в этом, чаще всего причина этого связана с суетой, связана с тем, что мы заняты многим-многим другим, и мы просто не задумываемся о том, кто все это сотворил, не задумываемся о том, от кого все это исходит, какую цель все это имеет, какое предназначение для нас. И поэтому мы не смиряемся перед Ним в том, чтобы прийти и сказать, Господи, а что же Ты хочешь? А как же я должен ко всему этому отнестись? То есть вот где-то с этой точки начинается, с общего представления или понимания Божьего величия, и с элементарного смирения перед Ним. И все остальное будет идти дальше. Дальше он говорит, закон Господа совершенно укрепляет душу, и заканчивает 11 стих, «О невожделении золота и золота, даже множество золота чистого, слаще мёда и капель сотой, раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда». То есть вот по мере того, как мы практически воспринимаем Священное Писание, мы будем приходить к тому, что мы ценим его, мы будем расти в понимании практической ценности для нас. То есть есть объективные вещи, которые понимаемы, и потом они перерастают в субъективные чувства, которые чувствуются. Нередко приходится слышать свидетельства людей, когда они берут Библию с утра, они начинают хотеть спать. Берут другую книгу, какую-нибудь художественную, сразу бодрость приходит. Можете сказать, что здесь есть ещё какая-то атака духовная, когда человек берёт Лисамбург? Я согласен с тем, что здесь, безусловно, конечно, мы живём в духовном мире, и разные дьявольские силы не заинтересованы в том, чтобы мы могли приближаться к Богу, и поэтому не только спать хочется, а чаще всего люди отвлекаются чем-то, мысли убегают, день начинается, и человек начинает думать о том, что делать сегодня. Дальше берёт человек телефон, и там много разных сообщений, много факторов, которые привлекают внимание. И вот эта внутренняя борьба – очень серьёзное дело. Это нормальное явление, что такая вот борьба есть, просто надо бороться. Безусловно, она всегда была и всегда будет. Хорошо, спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.at.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и Вконтакте.